Добрый вечер на 12 канале час новостей студии Сергей Лесков. Коротко о главном. Кислородное голодание. Специалисты выяснили, почему погибла рыба в РТШ на территории Казахстана. Грозит ли экологическая катастрофа Омску? Здесь и там теперь не останавливаются. В силу вступил новый закон для перевозчиков, за что теперь еще могут выписать внушительный штраф. В Омск приехали китайские военные. В танковом институте готовятся к международным армейским играм. Отчеканили по высшему разряду. К 300-летию Омска выпустили юбилейные монеты. И большому кораблю большое плавание. Омские умельцы соорудили гигантский плод и отправились на нем в Большеречье. Причина гибели рыбы в соседнем Казахстане стала нехватка кислорода. Местные специалисты прокомментировали результаты проб воды и рыбы, взятые сразу после того, как жители забили тревогу. Напомню, на днях стало известно, что в Павлодарской области в заводях РТШ массово гибнет рыба. Люди также сообщали, что на реке образовалось огромное красное пятно. И вот, что нам сообщили в департаменте по защите прав потребителей Павлодарской области. По результатам исследования воды обнаружено снижение концентрации растворенного кислорода в воде и повышение показателей окисляемости. Могут свидетельствовать об органическом загрязнении вот этих притоков в результате тех же сильных ливневых дождей и, соответственно, повышение уровня реки РТШ. Органическую природу загрязнения подтвердили и омские метеорологи. Результаты проведенных лабораторных исследований показали незначительное превышение допустимых значений меди и железа. Впрочем, заявили в гидрометцентре, с этим река может справиться сама. Водная артерия способна к самоочищению. Пробы воды специалисты взяли накануне. Сегодня были проведены повторные анализы. Результаты станут известны в понедельник. Где-нибудь здесь больше не останавливаются. С сегодняшнего дня водителям «Газели» запрещено высаживать и подбирать пассажиров, где им заблагорассудится. Отслеживать нарушителей стражи дорог будут через спутниковую систему ГЛОНАСС. К ней все коммерческие перевозчики должны быть подключены в обязательном порядке. В силу вступил федеральный закон, который обязывает водителей маршруток выходить в рейсы с внушительным пакетом документов. В первую очередь, это так называемые транспортные карты, которые мэрия выдала 85 легальным перевозчикам почти на 2500 микроавтобусов. Инспекторы ДПС сегодня провели рейд, в котором проверяли водители маршруток и уже обнаружили 13 потенциальных претендентов на многотысячные штрафы. Никита Смирнов знает, сколько теперь денег придется выложить нелегалам на дороге. Новые правила вступили в силу сегодня, а вернее ответственность за их неисполнение. Так, например, водитель, не имеющий карты маршрута, должен заплатить штраф в размере 5000 рублей, а владелец транспорта, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, штраф в размере 300 тысяч. Ужесточение касается и тех, кто не зарегистрировался в системе ГЛОНАСС. Кстати, таких легко можно проверить в режиме онлайн, с любого мобильного устройства. Все мы знаем, все остановочные пункты, где автобусы, маршрутные транспортные средства останавливаются вне остановочных карманов, тем, что создают небезопасную ситуацию на дорогах, зачастую приводят дорожно-транспортные происшествия. Данная работа предварительно проводилась, создан алгоритм действий совместных всех контрольно-надзорных органов. Нарушителей достаточно много. Вот, например, это «Газель». Ее водитель перевозит людей без каких-либо разрешительных документов. Куда вы их повезли? Ну, дачу. Какой дачу? Не знаю, дачу. Дачу сказали, куда вы водите. Вы их как ведете? Что, что так? Или вас нанял кто-то? Нет, звонили. Кто звонил? А кто позвонил? Один человек. Вот так звонок одного человека заставил инспекторов ДПС не только выписать штраф. Сейчас решается вопрос о снятии автомобиля с маршрута и помещении его на штрафстоянку. Подобные рейды теперь будут проходить регулярно. Сотрудники госавтоинспекции, регионального министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий уже составили план практически на весь год вперед. Такие меры необходимы для того, чтобы искоренить нелегальных перевозчиков и снизить без того неспокойную обстановку в Омской области. Никита Смирнов, Михаил Алдыгепченко, 12 канал. Четыре десятка китайских военных прибыли сегодня в Омск для участия в международных армейских играх. Своих коллег россияне встретили по традиции хлебом с солью. Китайские военные привезли свое оборудование для тренировок, колесную и гусеничную технику. Одна из самых многочисленных команд нацелена только на победу. Международные армейские игры в Омске пройдут с 5 по 10 августа. Военные из Казахстана, России и Китая покажут свое мастерство владения военной техникой. В соревнованиях примут участие специалисты по ремонту автобронетанковой техники, экипажей полевых мастерских. Игры пройдут в четыре этапа. Будут проводиться не только ремонтные работы на технике, кто лучше, кто быстрее. Но в том числе будут проводиться состязания среди военнослужащих, в том числе и стрельбы. И ряд иных испытаний, которые необходимо будет им пройти, чтобы показать наилучшие результаты. И тем самым, скажем, выиграть данный конкурс. Данный конкурс у нас теперь будет проводиться в Омской области ежегодно. Министерство обороны поддерживается. Соответственно, я думаю, что будет достаточно интересно. Реконструкцию улицы Ленина, скорее всего, завершат даже раньше, чем ко дню города. Ежедневно здесь трудятся около 300 рабочих. А мечи уже гуляют в парках и скверах, которые также вошли в проект реконструкции. Каждый день Любинский проспект преображается. О том, какие работы ведутся сейчас, расскажет Юлия Кавышина. В Северном сквере пахнет свежескошенной травой, а мечи уже отдыхают на новых скамейках. По всей территории выложили природные камни, высадили почти все деревья. Сейчас строители трудятся над Острогом. Скульптурная композиция с фигурой Достоевского в центре. К концу следующей недели Северный сквер будет полностью готов. Впрочем, как и Южный, где работы уже тоже завершаются. Улица Ленина станет, пожалуй, самой зеленой в Омске. В общей сложности здесь появится 600 деревьев. В сквере Дзержинского впервые высадили крупномеры – дубы. Концепцию соблюдали, чтобы в сквере появлялась какая-то энергетика, энергия, что ли. Чтобы из разных точек можно наблюдать было фасады, архитектуру красивых зданий, которые были построены тоже сравнительно давно. И все это подчеркнется в итоге рулонным газоном, и он будет действительно сквером, а не заброшенным парком. Оживят сквер и дорожки. Работы по их устройству тоже завершаются. Гранитные для прогулок, со специальным спортивным покрытием для пробежек. А вот эта деревянная дорожка, ее прокладывают как раз на Дубовой аллее, создаст у прогуливающихся ощущение нахождения не в центре города, а где-то далеко от шума и суеты на лоне природы. Еще нам необходимо выполнить ДМХ-подсветку фонтана, за счет которого он будет подсвечиваться различными цветами, по аналогии с улицей Валиханово, добавляя некой праздничности этому скверу. На самой улице продолжается мощение, продолжается обустройство площади для всеми любимой Любочки. Сегодня строители планируют залить постаменты, и Любочка вернется на свое законное место. Стать территорию вокруг благоустроят. Ну а вся улица вскоре в буквальном смысле будет благоухать. Через полторы недели по всему проспекту установят клумбы с цветами. Юлия Ковыршина, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. 80 миллионов рублей за два часа омские производители продали всю сельскохозяйственную технику, привезенную на всероссийскую агровыставку «День поля». Фестиваль, я напомню, стартовал сегодня в Барнауле. Омскую делегацию возглавил губернатор Виктор Назаров. Омичи представили свою продукцию и достижения селекционеров. Особый интерес вызвала омская техника. Представленные модели обрабатывающих машин раскупили всего за два часа. Между тем, форум продолжается. В программе еще несколько переговоров о сотрудничестве и участии в заседаниях. На форум приглашены заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович, федеральные министры сельского хозяйства Александр Ткачев и промышленности и торговли Денис Мантуров. Добавлю, что в Барнауле работает наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках часа новостей. «Подари мне жизнь» акция с таким названием проходит в эти дни в стране. В регионах проводят лекции, благотворительные акции и выставки, работают горячие линии. Амичкам отказаться от прерывания беременности и познать всю радость материнства уже четвертый год помогает Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Только за последние полгода на свет появились почти 300 малышей, мамы которых собирались сделать аборт, но вовремя одумались. Антония Малахевич с подробностями. Сейчас 25-летняя Анна просит не показывать ее лица, но свою историю рассказывает уже без слез. Год назад, узнав о незапланированной беременности, решилась на аборт. Боялась, что не сможет вырастить двоих детей одна. Меня бросил молодой человек. Узнав об этом, мама не согласилась оставлять ребенка. И я просто осталась одна с этой проблемой. У меня есть еще один ребенок старший, старшая дочь. Мне сказали об этом Центре, что есть люди, которые могут помочь с этой проблемой. Таких историй, как у Анны, только в Омской области сотни. В центре с каждой из обратившихся будущих мамочек работает группа профессионалов. Врачи, акушеры, гинекологи рассказывают об этапах развития ребенка. Юристы дают консультации по любым правовым вопросам. Социальные работники оказывают посильную помощь. А психологи помогают сделать ожидание ребенка по-настоящему счастливым. Обратилось за первое полугодие 4863 женщины. Это те женщины, которые и на ранних сроках, и которые на поздних, то есть вообще которым нужна была наша помощь. Из тех пациентов, которые пришли к нам с вопросом о прерывании беременности, таких пациенток было 2905. И маленьких жизней нам удалось сохранить 289. Ну то есть это работа всей области, всего города. То есть мы все вместе стараемся улучшить жизнь женщин, помочь им принять правильное решение. Потому что счастье материнства для каждой женщины, наверное, это самая первоочередная задача. На базе 10 женских консультаций Омска и 32 районных кабинетов кризисной беременности для девушек и женщин также проводят благотворительные акции. Собирают одежду и все, что может понадобиться ребенку. Помогли мне разобраться в себе. Со временем я начала осознавать, что я не смогу ни сделать аборт, ни оставить ребенка в родильном доме. Теперь Анна воспитывает двух дочек и о том, что в свое время обратилась за помощью в центр, нисколько не жалеет. Не стесняться вовремя попросить о помощи она советует и другим девушкам. Главное, что возможность для этого есть всегда. Антоний Малахевич, Сергей Никифоров, 12 канал. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру, смотрите в 20 часов. С вещами на выход сегодня в советском округе судебные приставы выселяли из квартиры должника. С ним его жену, четырех дочерей, внука и парализованную тещу. Суд забрал жилье за долги. Правда, сам мужчина уверяет, что никаких денег ни у кого не занимал и стал жертвой обстоятельств. Почему бывшие партнеры по бизнесу стали врагами и как из-за обычной расписки можно лишиться дома? В деталях этой запутанной истории разбирался Денис Жарков. Хромых и бездомных тоже любят. История о том, как трехлапый пес Кирюша из приюта друг переехал в Канаду, облетела все омские СМИ. А сегодня из питомника приходят новые хорошие вести. Еще один лохматый инвалид нашел любящую хозяйку. На этот раз переезжать за границу щенку по кличке Вагончик не пришлось. Жить и расти он будет в Омске. Правда, имя теперь у него другое – Лучик. Прежнее уж слишком часто напоминало о трагедии, которая произошла с щенком. Юлия Кавыршина встретилась с неравнодушной жительницей Омска и познакомилась с ее питомцем. Арабские скаканы участия в забегах, конечно, не примут, но и без них будет на что посмотреть. В эти выходные на ипподроме стартует соревнование Большого Сибирского круга. Истинных фанатов конного спорта, да и просто любителей лошадей, которые всегда с большим интересом наблюдают за соревнованиями, ждет немало сюрпризов. Ну а победителей – внушительные денежные призы. К встрече гостей из семи российских регионов уже все готово. Мария Седнева узнала, каковы шансы у омских спортсменов подняться на пьедестал почета. Водные процедуры чистокровному англичанину «Солдата удачи» уже порядком надоели. Стройный красавец переминается с ноги на ногу и норовит подружески боднуть своего тренера. Мол, гулять пойдем, копыта чешутся побегать. На соревнования Большого Сибирского круга эта команда приехала из Челябинска. Они вдвоем с конем настолько суровы, что тренироваться начинают с четырех утра. «Солдата удачи» уже восемь лет, по спортивным меркам ветеран, но в бой рвется, как молодой. Что ему это телевидение, когда время прогулки подошло? «Ну, минимально час. Лошадь должна быть в работе утром, а вечером тоже час-полтора не меньше должен уделить ей. То есть, чем больше она в движении, больше она на улице стоит, шагается или гуляет, тем лучше». В этом году «Солдат удачи» и другие участники испытаний проскачут с ветерком по новой дорожке. Ее отсыпали буквально несколько дней назад, по всем правилам. Снизу подушка, сверху отсев, самые мелкие фракции щебенки. Теперь тренироваться можно в любую погоду, а это значит и состязания станут зрелищнее. По ровной дороге скакать быстрее получается. «Вчера прошел хороший ливень. Ну, не знаю, во всем ли городе Омске, но здесь был хороший ливень. Если бы это была наша старая дорожка, тут бы были лужи, стояли бы сложности. Вот, как видите, она впиталась в этом прелести, вот этой всепогодности». Соревноваться любители конного спорта будут в четырех видах. Три – бега с так называемыми качалками. Отдельным видом идут скачки верхом. На одной беговой дорожке скоростью мерятся будут рысаки из Омска, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Алтая, Челябинска и Казахстана. Полцарства за коня, конечно, не дадут, но победитель получит кубок и 200 тысяч премиальных. При этом для зрителей «Большой сибирский круг» станет интереснее. Впервые в этом году на ипподроме начнет работать тотализатор, и как на традиционных скачках можно будет делать ставки. Болеть за лидеров теперь еще и удобнее. В этом году полностью заменили зрительские трибуны. Спортсмены в предвкушении жаркой борьбы. Впереди только один день тренировки. Мария Сиднева, Сергей Никифоров, 12 канал. От Чеканина по высшему разряду сегодня в областном правительстве журналистам показали юбилейную монету, которую Банк России выпустил к 300-летию Омска. Выполнена она из серебра 925-й пробы. Номинал монеты 3 рубля, диаметр 39 миллиметров. Чеканка высшего качества, пруф, зеркальная поверхность сочетается с матовым рельефным рисунком. Чтобы избежать царапин и повреждений, монету поместили в специальную капсулу. На реверсе коллекционной трехрублевки, рельеф Омского драматического театра драмы и Успенского кафедрального собора. Здесь же дата основания Омска. Всего таких монет изготовлено 3000 штук. Сразу скажу, что в планах использовать эту монету как подарок нашим гостям, которые будут участвовать в праздничных мероприятиях. И она же, эта монета, естественно, поступит в свободную продажу. И жители нашего города, ну и не только нашего города, а всей России смогут ее купить. И, собственно говоря, насладиться видом нашего города. И, собственно говоря, запечатлеть в памяти трехсотлетие нашего родного города. В ближайшее время коллекционные монеты можно будет купить в отделениях крупных российских банков. Ориентировочная стоимость 3000 рублей. В массовый оборот памятный денежный знак вряд ли поступит. Скорее всего, осядет в коллекциях. Впрочем, никто не мешает и рассчитываться монетой при совершении покупок. Магазин деньги примет, но только по номиналу 3 рубля. На самодельном плоту по маршруту Омск-Большеречье 12 омских авантюристов сегодня отправились в путешествие. Для него, собственно, ручно из бочек собрали плот. На импровизированном судне площадью 45 квадратных метров есть мангал, коптильня, палатки, гамак и даже акустическая система. Провожала в путешествии отважных хомячей наша съемочная группа. 11 утра. Эти отважные речники не спали всю ночь. Нужно было проверить, насколько надежно судно. Предстоит длительное путешествие. 12 человек собрали плот из 32 бочек. Потратили на это полгода. Прощание с родными и друзьями и на борт. Ближайшие 7 дней команда опытного капитана Дмитрия Колышева проведет на воде. Маршрут Омск-Большеречи. Конечно, очень сильный мандраж. Но это приятный мандраж. Все знакомые, команда сплоченная, 4 человека ходили в прошлый сплав прошлого года. Поэтому, думаю, будет все распределено, все будет четко и гладко. Официальное разрешение от ГИМС на сплав получили, говорят путешественники. Все в спасательных жилетах. Безопасность превыше всего. Само судно оборудовано по последнему слову техники. Акустическая система, мангал, чтобы утолить голод. Палатки для отдыха и, конечно, спасательные круги. А чтобы грести было комфортно, специальные подушки сидения. Шутят, в приметы не верят, но лучше перестраховаться. Путешествие будет проходить под звуки гимна судна «Амич-55». Только за сегодняшний день команда преодолеет примерно 60 километров. Большую часть из них в черте города. Всего пройти предстоит больше 200 километров речного пути. Елена Смирнова, Георгий Шершнев, Павел Манжос. 12 канал. Все наши новости на сайте в интернете 12 канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Звезды выбирают немецкую одежду Гэри Бебер. Скидки до 50% на все. 300 украшений к 300-летию Омска с максимальной скидкой в магазинах «Ювелир Торг». Евроокно стандарт. Балконы и лоджии 700-007. Адрес точно тот, а вход... Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает оффлайн. Для кого-то долгий путь, для нас прогулка. Кому-то суровый климат, для нас пляж. Для кого-то скалы, нам смотровая площадка. Кто-то говорит для избранных, мы говорим для каждого. Кредиты на любые цели в Банке Восточной. Банк Восточный. Банк с нашим характером. Смотри не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас рис для плова «Националь» 900 грамм 44,80. Путасу свежемороженое 45,90 за килограмм. Майная сряба 400 грамм 37,90. Довольные покупатели – наша главная ценность. Приходите на фестиваль молодого меда с 19 по 24 июля. Акция при покупке более 4 килограмм меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. Ждем вас в ДАИ «Сибиряк» на Красном пути 68 с 10 до 19 часов. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Художественная ковка. И о погоде завтра, 16 июля, по области в Омске пасмурно, дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха в районах ночью плюс 14, плюс 18, днем до 27 градусов тепла. В Омске ночью до плюс 17, днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23. Ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. КВНовости к этому часу. Итоги дня подведем в 20.00. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»